Вчера весь день шел дождь в Мюнхене, мы не снимали, мы бегали по магазинам и покупали там вещи необходимые. А сейчас мы попробуем пойти погулять по Мюнхену, вроде погода, вроде солнышко, так где-то просветами. Мама вчера уехала на машине с моим троюродным братом в Ригу, поэтому мы сейчас будем гулять без нее. Куда мы сейчас едем? Как он назывался, не помнишь? И я не помню. Какой-то там, короче, шлесный. Давай, покупай нам группен билет на весь день. Внутренняя зона. Смотрите, карты нажми. Мюнхенская метро. Такое прикольное, красивое. Молоденькая, молоденькая метро. Пойдем искать 51 автобус. Куда? Сами не знаем. Нашли 51 автобус, который привезет нас в Мюнхенбург-Палас. Правильно произведет, неправильно. Несертеть. Мы подъезжаем к шлесу Нюнхенбург. Нюнхенбург. Короче, куда-то подъехали. Здесь автобуса, троллейбуса, вагонного прицепа. Что такое, непонятно. Идем гулять. В речке вот в этой вот плавают карпы с меня ростом. Их никто не ловит. У нас бы в Риге давно бы их, чтобы в речке не было. Вон, смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Вот он дворец Нюнхенбург с его замечательными видами и очень какающими лебедями. Парк Нюнхенбург. Парк Нюнхенбург. Как еще раз он назывался? Нюнхенбург. О, парк Нюнхенбург. Прикольно. Красиво. Чисто прогуляться по Мюнхену здесь классно. Дошли до ботанического сада. Входим в него. Тут пока только лес. Мы в Ботцах, к сожалению, не зашли, потому что у нас нету кэша. А карточку здесь на входе не принимают. Ход стоит 650 с человека. Пойдем туда и погуляем в ту сторону. Обратно вернемся. Пойдем обратно в сторону Мимфенбурга, потому что, к сожалению, не смогли попасть. Поэтому снимайте кэш любой, хотя бы евриков 20, чтобы на кармане всегда было карточками, всегда помогать. Ход 6.50. Куда ты идешь? И дубы. Красиво. Гуляем по Нимфенбург парку. Красиво. Красиво. Очень красиво. С Дохой вообще не сравнительно. Это лесопарковая зона. Кайф. Даже, кстати, в Киеве такого парка нету в городе. Даже в Киеве такого парка в городе нету. Ну, только Мариинский, но он... Но он не такой. Но он не такой. Мы только что вышли из Нимфенбурга парка в сторону станции Мюнхен-Лайм. Сейчас зайдем в Валде, купим попить, потому что у нас воды с собой нету. И поедем в центр на Мариинплац. Как тебе вообще парк? Красиво, тихо, спокойно походить. Люди бегают, с колясочками ходят. Очень много пенсионеров. Просто у нас Мюнхен в этот раз получился какой-то лесопарковый. То есть первый день мы гуляли по Инглиш парку, сейчас мы гуляли по Нимфенбург парку. На днях я гулял по горам. Не хватает нам просто, да, зелени? Не хватает. Воздуха не хватает. Воздуха не хватает, да. Зашли в Валде, купили пиво, люна, шоколадок. Сейчас едем на Мариинплац. Да? Ага. Мы тут уже жили. На Лайме. На Лайме, да. Здесь жили в гостинице. Но парит. Очень сильно парит. Будет видно дождь. Будет дождь. Будет, будет. Будет. Казан. 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 Мюнхен. Это Мюнхен. Я люблю себя в Мюнхен. А с любой. Пойдем наверх. Аутган. Что? Посидим. Сейчас зайдем куда-нибудь в местную какую-нибудь забегаловку. Выпьем пиво. Надо зайти сейчас в Сатурн купить мне трипод для Гоу-профи. Последние часы в Мюнхене. Завтра мы возвращаемся обратно в Доху. Не прямым самолетом с Мюнхена. Прямой самолет у нас, к сожалению, полный. Мы не можем взять сервисные билеты. Мы поедем через Прагу. Собор Святого Михаила, к сожалению, закрыт. Сейчас к нему не попасть. Ремонт народу. Тьма, как обычно, в Мюнхене. Мы сейчас попробуем где-то сесть, ехатый. А не, открыт. Поросенок. Время пива, да? Сейчас будем пить по пиву местному. И пойдем гулять дальше. Продолжаются прогулки по Мюнхену. Взяли пиво. Юлька там пытается найти, такой ли у меня бокал дома или не такой. Мне кажется, не такой. У меня их очень дома, просто я же всех потерялся. Пока она ищет бокалы, я за ваше здоровье. Ой, какое оно вкусное. Какое блаженство. Юлька ест баварский суп с брецелем и запивает все это пиво. А я еще параллельно, вон, сижу в инстаграме, запустил лайв-трансляцию. Кто там? Макс подсоединился. И как? Есть можно? Да. Так, неплохо покушали супчика. Выпили пиво. Идем на Мариан-Плац. Отдали 22 евро. Выходим на Мариан-Плац. Мариан-Плац Мюнхена. Кипыш, как всегда. К народу немерено. Ох ты, господи. Сейчас. Димочка, специально для тебя. Мариан-Плац Мюнхена. Едем на Остбанхов покататься на колесе по зрению. Кофе с бубликом. Ехали-ехали. Наконец-то мы приехали на Остбанхов прокатиться на Хай Скай Мюних колесо обозрения. Ну, по виду Лондон-Ай, по качеству, сейчас посмотрим. Но на вид не очень. Колесо обозрения в Мюнхене. Второе. Второе колесо. Первое возле нас в Олимпийском парке. А это второе. Находится, честно, в какой-то попе. Какая-то? Извините, мне нужно посмотреть в твою баку? Нет, ничего внутри. Нет, только батарея для камеры. Короче, мы за 30 евро только что пошли на этот подъемник. У меня хотели обыскать сумку. Я сказал, что у меня там кроме пауэрбэнка ничего нету. А на самом деле там много всего интересного. Может, я перенесу? Короче, мы сели в кабинку. Чувак, который распределяет по кабинке, я ему показал. Говорю, у нас двое, нам больше никого не надо. И мы реально вдвоем в кабинке. Номер 24. Номер 24 она, да? Да. Прикольно. Место расположения, конечно, этого колеса по зрению вообще непонятно где. Какие-то стройки. Тут вон девятину строят. Да, где там больше, наверное. Поднимаемся, мы уже, наверное, минуты три. Но пока реально смотреть нечего. Нет, это очень просто. Хорошую ясную погоню. Короче, колесо обозрения, честно, честно, никакое. Никогда не приезжайте на авто-банковку кататься на колесе обозрения. Выкинутые деньги. 30 евро. На двоих. Мы добрались на самую высокую точку, это колеса обозрения. Вид ноль. Просто ноль. Вот это вот вид с одной стороны. Вон там стройка внизу. Домик строится. Вот почему-то будет лучше видно. Домик строится. Вон Юлька разочарована. Мы сюда просто уже ехали, поэтому уже пришлось. Шел пятый час нашего катания на Хайскай Мюнхен. Ты спать хочешь, ты вообще никак не говори, да? В общем, заканчиваем наше путешествие по Мюнхену Хайскаем. Зря выброшены деньги на ветер. Лучше бы я нормально бы покушал в отеле и попил бы пиво. Ну, так посмотреть на город, сделать пару фотографий. Ну, можно было найти места и получше. Сейчас мы вернемся еще раз на Одион Плац. Надо забежать в магазин и поедем в сторону гостиницы. И там уже будем ужинать и собирать вещи, потому что завтра в 6 утра мы уже должны быть в метро и ехать в сторону Хауанхова, потому что у нас в 6.43 поезд на Прагу. Вот наши приключения в Мюнхене подошли к концу. Мы здесь сейчас, на Марин Плац находимся. Едем в гостиницу, ужинаем. Вот, собираем чемоданы. Завтра вставать в 4 утра и ехать в Прагу. Доехали до нашей станции. Как она называлась? Обер. Обер-вейс. Что-то там. Идем снимать себе обувь. Переодеваться и идти ужинать. Возьму с собой камеру на ужин, покажу, чем вообще кормят в отеле. В отеле кормят вкусно. Охренительно вкусно. И очень даже душа. Братья наши меньшие из Индии. Они ничем не отличаются. Они во всем мире одинаковые. Аж 2 отель. Наш 19 этаж. Сели поужинать в нашем отеле. Дюрка вам пьет винда шампунская. Но правда мы купили его в Супермаркете. Да, шампунская. Короче. Я пью пивчанский. Жду пасту Альфредо местная здесь. Рекомендую. Реально. Мишелин нервно кует. Здесь еда опинутая. Тут Мишка делает эту пасту. Миша такой, наверное, парень такой недалекий. Но готовит вкусно. Нет, делает реально вкусно. Тут еда реально вкусная. Вот он сам, вот он сам, часть ресторана при отеле. Все чистенько, красивенько. Вот это шампанское мы купили в Супермаркете. За 2,93 бутылочки. Тут одна бутылочка стоит 6 рублей. Вот этого самого. Кстати, по ценам, в центре города 2 пива, 2 супа 24 евро. Здесь бургер поесть и 2 пива стоит тоже 24 евро. Только здесь в разы вкуснее еда, нежели чем в центре города. Вон, Юлька несет нам еду. Где она? А вот она бежит, наша Юлька, с едой, со своим бургером. Нет, подожди. Меня Мишаня пока что чуть не убил. Я ему говорю, убери руколу. Я же сказал, без руколы. Говорю, убери руколу. А он такой, нет. И забрал, короче, взял вот так вилкой, все пособирал. Потом такой берет жменю этого сыра. И вот так, пищу, тебе, чтобы больше сыра было. Я же заказывал без руколы. Вот это, короче, спагетти Альфреда, а это Цезарь, Цезарь Бургер. Цезарь Чекенбургер. Всем доброе утро. На часах 5 утра. 14 августа 2018 года. Все, еще сплю до сих пор. Вот это, значит, наш был двухъярусный кровать. Вот это был наш одноярусный диван. Сейчас мы с этими всеми баулами. Вот это тут ванна, где тут ванна, вот это вот душ. Тут прикольно, чистенько все, уютненько. Но есть бака в этом. Маленькие бака есть, но так жить можно, короче. Сейчас вот эту всю эту вот тему ведем обратно в Доху, но через Прагу. Сели ветку У-1, едем на Халмарков. Пить кофе, покупать какой-то бутерброд дорогу сюда и ехать 6 часов в Прагу. Там, если у нас по времени получится, может быть, часик погуляем еще по-другому. Купили себе позавтракать? Да, наш любимый чикен карри. Вот чикен карри, бутерброд и барбекю чикен. Вообще, это вкусно. Вот мы на вокзал приехали. Юлька с папой разговаривает. Кофе пьет. Вино он баловаться сейчас будет. Это Саша приехал на семинарный пункт, да? Это Интерсити Экспресс. Мною называемый Айстрейн. А вот Алекс, на котором мы поймем пока, это другой Алекс. Наш еще не пришел. Это Мюнхенхох. Нет, это Дохоха. Это не на Прагу. Вот, я тебе предлагаю сидеть на велосипеде. Давай передать. Вот мы в поезде, едем, едем до Праги. Пять с половиной часов. Пять с половиной часов. Продолжаем нашу поездку в Прагу. В бизнес-эконом-классе поезда Алекс Трейн. Вот так это все выглядит, короче. Главный бизнес-пассажир. Ага, я тут уже разложила. Ага, вижу, видишь, это разложила. Нету у меня египтянина скачу. Это что за песня такая ужасная в голове. Продолжаем наше внеплановое путешествие в Прагу. Я, конечно, хотел в Прагу поехать, но не на два часа. У нас получится два часа в Праге прогулки. Буквально по центру города. Даже ничего покупать не будем. Просто походкаемся в Праге. Поедем в аэропорт. А Юлька, вон, как всегда, балуется лая спиром. А я вон какую-то тормозную жидкость пью розового цвета. Ну и вот она железная дорога. Красиво, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Согласно GPS позиции на карте Google Maps Еще чуть-чуть осталось. Юлька вон, храпака уже давит. Добро пожаловать в Чешскую республику. Итак, за окном у нас уже Чехия. Доброе утро. Я не сплю, Сережа. Мы уже в Чехии. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Чешской республику. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы уже не доехали до Праги Вот это час сорок до выезда в аэропорт Но будем стараться Будем пытаться хоть что-то увидеть Маленькую Прагу увидеть Вот она красавица Прага С окон поезда Alex Train Сейчас мы будем ехать через мост Над рекой Волтава И не влезет сюда уже твой мусор Наушники Я наушники сейчас на себя поставлю Это наушники Их ты не Добро пожаловать в Прагу Мы это сделали Первые 6 часов сделано Осталось чуть-чуть и до Прага Главный ЖД вокзал Мы это сделали Вот он наш Alex Train О кстати к нему вон еще вагоны подсоединили Чешского Вот так это все выглядит Вон Юлька уставшая выглядит Ну и я такой Короче мы решили в Прагу не ехать Сам центр города Здесь на вокзале пока нашли камеру хранения Во-первых только на сутки все локеры заняты Нашли банкоматы Которые Надо было снять 200 корун Минимум только 1000 Снял в одном 200 И при этом 135 корун дал за комиссию Все Вот наша поездка в Мюнхен закончилась в Праге Прагу мы не посмотрели Прагу мы посмотрим в следующий раз Специально еще раз приедем Ну а так все Аэропорт до работа И до следующих поездок Вставайтесь с нами Кто еще с нами Кто не с нами Подписывайтесь Ставьте лайки Комментируйте До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok